Инициаторами акции «Вместе планируем профессиональный успех» стали Центры занятости населения и управления образованием. Мероприятие прошло при поддержке района администрации. Ярмарка вакансий – это профессиональный успех, когда каждая образовательная организация, учебное заведение представляет свою презентацию, рассказывает о профессии, о престижности ее, должны привлечь они будущих выпускников. И потом, конечно, если дети оканчивают учебное заведение, мы начинаем работать с социальными партнерами. Которые должны привлекать людей в свою профессию, а для этого готовить вакансии, чтобы можно было выпускников будущих себе забирать в свои организации, предприятия на заводы. Вот такая задача стоит перед муниципалитетом. Ярмарка вакансий развернулась в городском Доме культуры. В ней приняли участие 11 представителей СУЗов и ВУЗов из Армавира, Адыгеи и Лобинского района. Учащиеся выпускных классов имели возможность пообщаться с представителями учебных заведений, ознакомиться с информационным материалом. Цель этой ярмарки – довести до наших будущих выпускников информацию о профессиях, которые на сегодняшний день востребованы на рынке труда. А также оказать им практическую помощь в выборе подходящей профессии. На ярмарку вакансий учебных мест пригласили школьников со всего района. Для учащихся организовали профориентационное тестирование. Желающие могли побеседовать с консультантами. Здесь же студенты учебных учреждений демонстрировали гостям приобретенные навыки за годы обучения. Мы занимаемся там изобретением разных дроидов, программированием платно, плате Ардуино. Для поступающих у нас в техникуме всегда открыты двери, мы всем рады. Как говорится, чем больше, тем лучше. Акция «Вместе планируем профессиональный успех» сегодня очень актуальна, говорят организаторы мероприятия. Молодежь должна найти свою дорогу в жизни. Ярмарка направлена на то, чтобы помочь школьникам сделать правильный профессиональный выбор, стать востребованными специалистами. В сегодняшнем мероприятии принимают участие 11 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Пять учебных заведений нашего города Лобинска и из станицы Вознесенской. И шесть учебных заведений мы пригласили из Адыгеи, из города Армавира. Каждое учебное заведение представляет свою визитную карточку. Некоторые даже представили мастер-классы. Они позволяют своим будущим студентам, ученикам уже сейчас прикоснуться к своей будущей профессии. Школьники смогли получить полную информацию о ситуации на рынке труда и профессиях, востребованных в нашем регионе. Большинство от всех заявленных в службу занятости населения вакансий – рабочие профессии. Наиболее востребованы бетонщики, каменщики, водители различных категорий, слесари, различные квалификации, плотники и электрики, а также повара, кондитеры, электромонтажники, официанты и бармены. Именно эти и многие другие профессии были представлены на ярмарке вакансий. Мы представители Армавирского государственного педагогического университета, единственного педагогического вуза на Кубани. Мы рассказываем о своем вузе, какие направления у нас находятся в нашем вузе непосредственно, где выделяются бюджетные места, потому что это играет очень большую роль. И приглашаем 24 ноября на день открытых дверей именно к нам, в стенах нашего вуза. Мы представители Армавирского юридического техникума и очень рады приехать сюда на эту ярмарку, так как такие подобные ярмарки – это отличный шанс представить свое учебное заведение, показать фильмы, показать, как строится у нас студенческая жизнь. И, конечно же, напрямую пообщаться с абитуриентами, потому что у них всегда возникает очень много вопросов о том, где им учиться, как учиться, какие специальности у нас представлены. Сегодня очень важно сделать правильный выбор профессии, ведь это не только финансовое благополучие и уверенность в завтрашнем дне, но и возможность самореализации и успешный карьерный рост. Я сейчас в девятом классе хочу закончить экзамены, пойти учиться в Лобинский медицинский колледж. Ну, это предполагаю, еще думаю, может передумать. Мне интересно это мероприятие, потому что здесь очень хорошо показывают все, и можем мы быстро определиться, куда пойти, может нам что-то понравится, и мы выберем эту именно профессию. После девятого класса я хочу пойти учиться, но после этого мероприятия, может, выберу себе профессию. Наталья Твиенко, Игорь Исаков, телекомпания «Лобан».